Новый претендент на звание самого яркого объекта капремонта в 2020 году многоквартирный жилой дом номер 15 по улице Локомотивной в железнодорожном районе города Ульяновска. Эту четырехэтажку построили еще в 1963 году. В ней проживает около 100 человек. Дом из силикатного кирпича раньше производил унылые впечатления. Серые стены, разрушенная отмостка и развалившиеся козырьки над подъездами. Жители решили исправить положение. Инициатива проявлена мной и моей супругой на безвозмездной основе. Мы работаем бесплатно. Работали, по крайней мере, провели собрание. Определились с основными работами, которые необходимы для нашего дома. Дом был сдан в эксплуатацию в 1965 году. Понятно, да? В декабре месяце. 55 лет практически в доме фасад не ремонтировался, цоколь не ремонтировался. Отмостка тоже. И система водоотведения до сих пор была чугунная. Фактически, проявленная инициатива сделала Виктора Петровича старшим по дому. Но от положенной за это зарплаты он отказался. Гораздо более важным он посчитал высчитать стоимость работ и инициировать их выполнение. После подсчета жители решили добавить по 1 рублю 20 копеек с квадратного метра на отчисления фонд модернизации ЖКХ. Затраты себя окупили. Дом приобрел современный вид. И не только. Верится, что люди все-таки приходят к тому, что они начинают понимать все-таки ответственность собственника за свою собственность, за то, как реально выглядит недвижимость. Да, конечно, многое можно говорить о капитализации недвижимости. Мы постоянно людям рассказываем о том, что каждый вложенный в рубль, даже во внешний вид своего квартирного дома, он в рамках капитализации недвижимости в дальнейшем увеличит стоимость квартиры и так далее. Все это понимают. Еще один дом работы, на котором нам удалось посмотреть, расположен по адресу Карла Липкнихта 3. Работы пришлось немного задержать из-за управляющей компании, которая никак не могла привести в порядок крышу. Однако теперь они в самом разгаре. Дому, построенному в 1951 году, оставят его исторический облик. Этому не помешает даже погода. Краска фасада будет проходить уже на высовой температуре. Будем устанавливать цепляк. То есть будет натягиваться защита, выставляться пушки, будет отапливаться. Краска будет сохнуть при температуре 10-15 градусов, что соответствует ГОСТ и не потрескается с наступлением весны. На доме отреставрируют лепнину современными штукатурными смесями. Работы много. Причем именно в этом месте деятельность бригады затруднена малым примыкающим к домопространствам. Сюда трудно проехать даже на машине, чтобы вывести мусор. Тем не менее, строители заверяют, работы будут завершены в срок и двор приведут в порядок. Ситуация по региону в целом тоже соответствует составленному плану еще в докоронавирусное время. Ответственные лица гарантируют, все, что запланировано на 2020 год, будет выполнено. На сегодняшний день более половины работ, предусмотренных планом 2020 года, выполнены. Более чем в 50 на квартирных домах на сегодняшний день дополнительно ведутся работы. Работы будут идти круглый год. Современные технологии позволяют не прерывать деятельность с наступлением осени и зимы. Контроль за подрядчиками осуществляют как общественники, так и фонд модернизации с жильцами ремонтируемых домов. Это позволяет добиться высокого качества и долговечности сделанного ремонта. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ.